Выставка исторической архитектурной книги Она начинает нашу очень серьезную работу и в библиотеке, и в музее На самом деле то, что мы можем показать и пустить научный год, это больше и интересно И главное, мы можем утвердить стандарты профессиональной архитектурной культуры и жизни Но книги совершенно уникальные, именно из этого особенного собрания, я бы лучше знаю, чем другие Абсолютно беспрецедентные некоторые издания Вот, в частности, Витрулиус Британикус многотомный, занимается историей английской архитектуры Я просто знаю, что в Англии, в очень редких собраниях, даже в крупнейших библиотеках, как Витрулиус Британикус, как в нашей библиотеке Это эпоха ведающихся в истории отечественной архитектуры эпох Это эпоха авангарда и эпоха неоклассического взлета искусства, которым славились роковые 50-е годы В равной степени обе эти эпохи заслуживают уважения и внимания Пока в нашей стране, в общем, маленький пирожок изданная, но это часть собрания музея-мархив, изданная в Швейцарии Нашей выпускницей, во время работы в Крестонском университете в Срединных Штатах Крестонском университете в Крестонском университете в Срединных Штатах Блиц-выставка, выборка из отдела редких книг Мы постарались выбрать наиболее интересные экземпляры, потому что сам отдел редких книг составляет 10 тысяч экземпляров Первая книга – это «Серлио. Теоретический труд» Себастьяна Серлио, который был один из первых теоретических трудов по архитектуре самостоятельно Не интерпретация Витрувия, а все-таки свой собственный взгляд на архитектуру Потом в нашем собрании присутствует совершенно уникальная книга – это прижизненное издание Палладио 1570 года Палладио был основоположником всей последующей архитектуры Нашел очень много последователей по всему миру и подражателей Творческий был переосмыслен буквально до настоящего времени Четыре книги об архитектуре, которые уже в наше время много раз переиздавались И последняя книга – это Дмитрий Олегович переиздал Палладио до сих пор имеет такую творческую силу Здесь представлены книги 16 века Вот это замечательная книга – «Римские обмеры», выполненные кавалерисом Затем очень интересная книга – это фортификационные сооружения, которые сделал инженер Сарди Такой фундаментальный трактат с чертежами крепостных стен и крепостей с разрезами В общем, очень фундаментальное издание Во второй части даже показаны приспособления, которые использовались в крепостях для обороны Видите, какие-то приспособления, использованные в этих сооружениях Еще мы отобрали такую книжку, очень популярную Это издание Виньолы Существовали ордера Палладио и существовали ордера Виньолы Эта книжка, можно считать, что это не считается библиографической редкостью Потому что Виньолы был очень востребован и массой изданий И карманные, и большие, и раскладные в виде таблиц Виньолы был издан очень много раз в самых разных форматах Вот, теперь это у нас книга Пьетро Феррери «Дворцы Рима» Текста тут практически нет Тут в основном обмеры дворцов Рима Тоже такое вот для студентов незаменимое учебное пособие Видите, даже с обломами рисуночки такие есть Расшифровывающие какие-то фрагменты этого чертежа Вот очень такая книжка любопытная Для немножко разбавления архитектуры Вот мы отобрали такую книжку Это Жан Страус «Путешествие по Москве» Дело в том, что он путешествовал во время восстания Разина И был так потрясен этими событиями, что иллюстрации у него посвящены именно восстанию Разина И даже вот у него такая гравюра есть, где Стенька Разин бросает княжну Волгу Любопытная такая книжка для развития кругозора и интеллекта, эрудиции Наверное, полезна тоже будет нашим студентам Полдианская традиция была продолжена и в XVIII веке Архитектор Леони тоже переиздал Палладио уже со своими комментариями Его виллы, фрагменты То есть он переосмыслил, конечно, полдианское учение И внес свое видение Еще один трактат – это английские полдианцы Колин Кемпбелл, издатель многотомника «Британикус Ветровикус» Вот в этом томе, в первом, представлен манифест английских полдианцев В этих томах собраны постройки многих архитекторов, которые исповедовали Палладио Вот такие, видите Дворцы, и загородные дворцы, и общественные здания Тоже, видите, полдианские мотивы Ну, конечно, уже перенесенные на английскую почву Это вот две таких фундаментальных книги Еще вот очень интересное издание «Леруша» Это сады, там большой промежуток времени Он издал 21 журнал И вот эта книга представляет собой сшитые вот эти журналы Тоже очень интересная книга, уникальная Вот Сейчас представляю книгу «Нефорже» Который был последователем Палладио Но немножко он увлекался другим Он изучал детали и фрагменты построек классических Руководство к тому, какие детали можно где использовать И архитекторы, наверное, этим широко пользовались Видите, фасады такие необыкновенные Вот Это вот «Нефорж» Это путешествие по Китайской империи Описание Китайской империи Тоже такая любопытная книжка Немножко к архитектуре не имеющей отношения Но, тем не менее, дает представление Интересная книжка Правда, тут иллюстраций практически нет Но есть описание зато Карты Представлены Любопытная книжка для общего развития Тоже у нас в фонде в нашем есть Это античный Рим До годы Представлены Видите, какие красивые заглавные листы Здесь представлены Обмеры Древностей римских Тоже с ордерами Видите, какие красивые заставки Ордера Тоже, в общем, для студентов Это необходимо изучать Вот такие фолианты Роберт Адам Тоже на него до годы Произвел такое впечатление То он решил тоже издать Такую же книжку С фрагментами античной архитектуры Так, это у нас Это все были как бы западные, да? Книги Совершенно потрясающая у нас книга Это Планы Петербурга Которые были изданы При Елизавете Петровне Вот 1753 года Это книга Вот Смотрите, какие замечательные Это по районам Такие вот Эстетские планы Видите, все с орнаментами Это Если это Будет большая карта Если это сложить Вот Вот такие вот Теперь мы переходим К 19 веку Вот это издание Посвящено Пансионерской поездке Тона Талию Где он обмерял Дворец Палаца Цезаря На Палатине Это его такая вот Как бы Учебная работа Тщательно выполненная И фасады И разрезы И Вертикальную планировку Все И детали В общем Очень тщательно Выполненная Работа Он поэтому Потом и прославился Вот А это его Тоже Альбом Он делал проекты Типовых церквей Для России И очень многие Храмы построены По Тоновским Вот этим Типовым проектам Ну Это было Как бы Такое венье В то время Делали типовые Колокольни Типовые Храмы Многие архитекторы Делали альбомы Но Тоновские Почему-то Имели Употребление Наибольшее Вот такие Вот были Изданы Альбомы Теперь я вам Сейчас покажу Совершенно уникальную Вещь Это Декорации Которые были Выполнены Немецким Плодианцем Карлом Шинкелем Это уникальное Издание Потому что Его практически Нету Нигде Есть у нас Такие вот Изумительные Декорации Которые Его совершенно С другой стороны Характеризуют Не только Как практического Архитектора Но и Декоратора Вот такая вот Почти современная Декорация Наша библиотека Обладает Вот таким Уникальным Изданием Вот Теперь у нас Еще Такое Есть Издание Это Прокладка Дороги От Москвы В Петербург В этом Издании Даны Проекты Мостов Которые Прокладывали Через Речки Тоже Такое Вот Необыкновенное Гравированное Издание Все Очень Тщательно Вычерчено То есть Это Как бы Руководство К строительству Нужно уже Сказать Вот Такие Вот Такие мощные Мосты До настоящего Время Вряд ли Они сохранились Хотя Это Это требует Дополнительного Исследования Вот Такие Красоты Видите А еще В нашей Библиотеке Есть Полное Собрание Экспедиции Наполеона В Египет Это Начало 19 века С Великолепными Гравюрами Каждый Том Посвящен Один Архитектуре Другой Генпланом Третий Растительности Животному Миру В общем Вот такие Были Изданы Тома То есть Наполеон Не только Воевал Но еще И Попутно Всем Интересовался Вот Вот Такие Гравюры С Генпланами Городов Развертками По Рельефам Вот Такие Видите Замечательные Города Сейчас Конечно Трудно Сказать Насколько Они Сохранились Тем не менее В этих Томах Зафиксировано Все Для мельчайших Подробностей Вот Карты Потом Это Вот Профили Руслы Рек Реки Все Вымерено То есть Работали Профессионалы Тщательно И В общем Очень красивые Вот эти Издания Мало Того Что Красивые Они Очень Познавательные Красота Натурализм Это Что Вот Какая Современная Вещь Так Такие Вот Карты Вполне Достойные Прямо Современный Вид Это Это Вот У нас Таких Полные Экспедиции Хранятся В нашей Редкой Книге И Последнюю Книгу Которую Я вам Хочу Показать Это Делали Два Исследователя Джонс и Гари Они Выполнили Обмеры Альгамбры Дворца Альгамбры А когда Умер Гари Джонс Издал Их Труды Причем Он Это Первая Книга Где Использована Цветная Литография Обессмертил Их Обмеры Тем Что Он Издал Первую Книгу Цветными Иллюстрациями Красота Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова